Поехали. В общем, важная игра по всем параметрам. Тут такой добрый хаос, который практически не бьет против Кенайта, который по-моему даже чуть ли не более боевой местами. Хотя... Волков с МБ Клафсой нет. Изи катка для... Антовка? Да, да, да. Это был классический супер Нургаль. Вот. У человека никогда не стоял вопрос, бить или не бить. Вот. У человека всегда был простой план, и он его исполнял. Так, волчек. Какая-то такая... Нет, я понимаю, что у волчка нету Клафсы, его можно продавать. Опа! А это знаменитый козел из команды Ногогрыза Хайнс Вуфельшмерц. Вот. Прыгающий. У него, кстати, ноги добавились. У него не было ног. Теперь у него длинные ноги, ребята. Теперь Хайнс Вуфельшмерц. Слушайте, а длинные ноги как-то отображаются отдельно. Наверное, нет. АМБ Когти переоценены? Да, ну, блин. Не переоценены. Антошка показывал... Антошка, показывая просто супер-ультимативную игру, умудрялся тащить в этом плане. Какая красивая команда. Посмотрите. Агильная гуля. Агильный... Ну, семиарморный волк, ладно. И еще недокаченные флеш-големы. Вот. Прыгающий козел. Так это известная мечта. Красивое проталкивание в три куба. Под чейн-блоки. МБ Клавса. Можно было в три куба ударить, кстати. Но тут и без трех кубов нашлось все. Хорошо сыграно. Хоха, конечно, вот поиграл про-эльфами, по-моему, в Салли. И у него внезапно после этого начало на хаосе намного лучше получаться. У него хаос, конечно, специфический. То есть, когда у тебя хаос там под 2к и у тебя одна МБ Клавса, это говорит о том, что ты играешь хаос какой-то нетипичный. Рыкнул в отец. В отец тыкнул и в отец по-ошит. Ну, кстати, чем приятно играть против таких хаоситов, что можно по-ошить, можно фалить, и ничего за это не будет, в принципе. Кстати, ребята, посмотрите, на банке еще силовой козел и блоджерно-агильный козел. И на поле есть блоджерно-агильный, есть два силовых козел. Господи Иисусе. Я же за свою жизнь столько апов не видел, сколько на одной команде у Хохи. Как люди собирают такие команды? Я вот не понимаю. Марка Таклом Волчика. Смотрите, как козлы. Козел-выбиватор с головой. Козел-прыгун, которому Такла только не хватает. Так, попытка выбить... Ну, это отчасти имеет смысл, но не получилось. Кстати, не хватает пяточного козла. Хаос какой-то хуманы с одной клавсой практически. Этот хаос реально не сильно отличается от хуманов. Это смесь хуманов, хаоса и, допустим, я не знаю, кого там. Цыган, наверное, каких-нибудь. Кстати, отсюда проще упрыгать вроде. Нет, не проще. Тут же три плюс, да? Он не поднимается. Окей. Не, ну, Хоха все-таки поднялся. Понимаешь, как тебе сказать? Вот. Люди основательно готовятся, чтобы заехать в вышку давно и надолго. Не всякие тупые нубы типа какого-нибудь синголы, которые за три сезона вышли в вышку, чтобы потом потерять всю команду и улететь обратно. Про мастера стоят в вышке. Играют десять сезонов в среднем, чтобы потом вышки тащить. Вот. Это известный факт. Хорошая попытка ой-ой-ой реролл. Попытка под фолл приятная. Важный игрок. Пяточка на месте. Очень приятная травма. Прям пятка отыграла перфектно. МНГ кому-то повезет. Да не, мне вот нравилось, говорю, как Антошка играл. Вот Антошка, у него вся команда была раскачана через МБ Клавсу ПО. Вот. И все, что Антошка делал, просто пытался убить. Все. У него другой задачи никогда не стояло. Приятно блицевать в три куба. Ой-ой-ой. Ну, регенерация, да, регенерация, да. Регенерация работает. Восславим регенерацию. На самом деле был момент, конечно, страшный. Проталкивание в ой-ой-ой. Обидно. Было проталкивание воина. Кстати, восьмероморный воин. Высшая раса это гоблины. Ты чё? Вот этого в белиала шара вполне может залететь. На самом деле все чё-то в последнее время пошли по грязной дорожке, ребята. Вы же знаете, например, что так повезло. Окей. Пробой очень приятный. Вы видели состав сквигов в этом сезоне, ребята? Там же одни демоны балуются. там единственный благородный человек это Нуток. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Аптека трат... А что была за травма? Подождите. А, он просто потратил на Абаддона. Ну да. Клавсу спас. Блин, теперь матч стал интересным. представляете, вот Менг был благородным гномом. Потом Менг был благородным хуманом. А теперь Менг понимаете, Менг, который по дефолту как бы вот это вот, как называется-то, Аркебузирование все дела стал грязным хаоситом. Хе-хе. Кто, кто мог подумать? Ну что, в мяч? Так, три плюс. Так. Какой, какой красивый козел, только почему не в мяч, конечно, в два куба? Ну, ладно. Красивый козел. Так, ну вот, я понимаю, еще Хеслер. Хеслер решил искуплять свои грехи через вампиров. Это можно понять. Каса-касат уже, по-моему, рерольнулся, я не помню, какой раз. В этот раз у него некры. Вот. Что там еще? Маркус из ХД рерольнулся в хаос. Это понимаете, как вот, я не знаю, там, как во время Второй Мировой войны ты сначала воевал за немцев, а потом пошел воевать за итальянцев или что-нибудь подобное. Типа, разницы никакой. Вот. Рейн рерольнулся в хаос. Тоже, конечно, я не знаю. Джей Ди из хаффлингов в чемоданы. Что, что этими людьми руководит, ребята? Реролл обязательный, да. А весь тренд начал ситар. Грязный ситар тоже рерольнулся. Вот. От него никто этого не ждал. Хорошо, отпущено и наказание. Краби перешел сограф на подземку. Это, Краби благородный дон. Почему по благородному дону не пересесть с одной параши на другую? Краби абсолютно благородный человек. Просто святой нашего времени. Краби никаких вопросов нет. Он одну ужасную команду меняет на другую ужасную команду. За Краби надо просто плакать и каяться и молиться и просто жалеть его, гладить по голове и говорить Краби зачем? Вот у меня каждый раз возникает вопрос Краби зачем? Краби просто воплощение благородства в Бладбоуле, ребята. Некры не прощают. Ой-ой-ой, как приятно. Докачали, кстати, ДМБшечки, наверное. Приятно. Очень приятно. Я не слышал, я не слышал, я заинтригован. Ну, Сёкут, он как бы известный, известный игрок по-своему. Ну, это Мастер Зен тоже. Мастер Зен, блин, играет на, играл на ХД и пересел на Хаус. Ну, это, конечно, не А чё ты на Сёку-то? У Сёку-то были такие красивые гномы с восьмым армором. Ржак на крыс пересел. Ну, ладно, чё ждать от Ржака? В принципе, никто не удивлён, я думаю. Ну, я смотрю на игру Сёку-то, я немного... Ну, наверное, просто переиграл в мячик. Удивительно, правда, потому что, ну, у Сёку-то всегда был свой узнаваемый. Благородных тренеров становится всё меньше и меньше. Но кто благородные тренеры в наше время? Значит, ну, я. Я абсолютно благородный тренер. Вот. Я просто превозмогатель благородности. Кто там ещё из таких очень хорошие кубики? Ну, правда, вторая Агила забьёт всё равно, но приятно. А ещё и поймала. Ну, конечно. Конечно. Кто там ещё есть из благородных ребят? Ну, два плюс-плюс на гол это не трудно. Это по любви, как говорится. Диамет почти благородный тренер пошёл по пути искупления. Вот. Хессер пошёл по пути искупления. Кто там ещё из таких людей? Многие-многие начали идти по пути искупления. Я надеюсь, что когда-нибудь Лила и Ебтянин тоже пойдут по пути искупления, возьмут какую-нибудь подземку и, я не знаю, каких-нибудь огров и пойдут играть в сало сразу. Круто, Диманьякус. Пиропан, ты сейчас вроде не в лиге. Это не считается. Вот, кстати, есть у меня такой зритель Дон Кихот. Он тоже такой почти благородный. пытается сделать Норсов Great Again. Привет, Муадиб. Приятный козлик. Душой ты был в лиге? Нет, душой ты был в армии. Пара-пара-пам-пам. Неприятное удаление. Еще и не выбил игрока. Репорт, кстати, тоже кается, только очень своеобразно. Не, ну вот, ладно, Секута я тоже, Секут был благородным гномом, теперь Секут благородная подземка. Вот, Секуту мое уважение, ребята. Секут воплощение благородства в Бладбоуле. Новое воплощение благородства. Ивент на сайдстеп выпал. Очень приятный старт сразу. Ну, это какая-то оп! Так, отрегенил. Ну, вообще, конечно, держать пятку снеглой, вот у меня была пятка снеглой в каком-то сезоне Ландера, это полная хрень, ребята. Пятка снеглой просто ужасная. Вот, поверьте, каждый раз, каждый раз она будет отлетать. Пятку снеглой это редкий случай, когда снеглую надо выкидывать сразу на помойку. На моей памяти более отстойного игрока, чем пятка снеглой, нет. Опа! Опа! Будущий приятный блицер. Ой-ой-ой! Козлик! Ты молодцушки! Так, у Хаоса одна МБ Клавса. И она никого не выбила. Но при этом Хаос сделал минус три слоса. Это нормально? МБ Клавса не сделала ничего, но при этом Хаос сделал минус три слоса. Нормально! Саня, ты в порядке? Ты в порядке, Саня? Ну, это интересный выбор, я бы сказал бы. Ну, Грэнд Корр, ты пошел по пути. Ты взял тир тир 0 раз, понимаешь? Мне каждый стрим объясняет, что вот Нурглей это залупа, Хаос плохо играет, ХД вообще тир 10 команда, а вот Андед это тир 0. Ты берешь Андедов, ты сразу выигрываешь все игры. И из вышки на Андедах мог вылететь только нуб. А вот, так что как бы ты теперь как бы все свои искупления выбрасываешь. Ты взял Супер Коуцейна Диамеда. Диамед такой пошел, обыграл 2000 эльфов, чемпиона РУББЛ нулевыми Андедами. Очевидно, что Андеда имба. Вот. Никто же не будет говорить, что Тонгюта это супернубяра, раз проиграл с такой разницей в ТВ. Да, ребят? Опасный залет, конечно, опасный. Подставляет козла за просто так. Ну да, козлик, козлик легко отделался. Не хватает, конечно, МБ Клавсы. Сейчас бы она не помогла, но в целом не хватает. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой, кое-кто посчитал плохо? Или это так и задумано? Вообще больше похоже на... Окей, это понятно, это понятно. Надо было выйти из контакта с МБ Клавсой, чтобы МБ Клавса выбила, например, Войта. Вот. Вообще, конечно, брать Такл после Горда на поломанном Воине, это специфичный выбор. Ну да, Войт получит МБ Клавсу. Спасибо, что не умер. Ну, что-то, конечно, парочку спорных решений уже было. Фебриус тоже, вот знаете, пошел во все тяжкие. Фебриус был благородным орком, а теперь он Нургль. Ну, как бы это, это очень плохо. Очень плохо. Надо составлять позорные расстрельные списки на рубле. Ну, интересно. Ой-ой-ой. Зашло, зашло. Правда, от этого сильно лучше кубы не стали. Мне просто кажется, что можно было начать Агильным Волком. Ну, планы интересные, конечно. Еще и пробой шальной. Ну, такое, знаете, ну, Агильный пойдет подбирать, да? Просто мимо такла пробежка могла кончиться плохо. Ну, Волку абсолютно насрать на все. Ну, правда, у Волка легко выбивает мячик. Без поиска приключений. А еще Гулям может отхватить. Не, ну, Хаос потихоньку забирает свое. Хотя, конечно, что-то пробой у Нехров страшный. Не обоснованно страшный. Рерол обязательный. Спасибо. Если бы сейчас не выбивал мячик, это было бы железное двану... Серьезно? А Волчики все скат... У них кэч какой-то встроенный, ребят? Когда у Волков появился встроенный кэч? Вы не подскажете? Ой. Вот мне еще интересно, почему у Волков стопроцентный реген? Потому что у них еще МБ Клавсы нету, или что? Ну видимо у них просто магнит на лапах. Да, да, да. Я просто вспоминаю как у меня команды дохнут. Мне немножко обидно. Вот. Ну так нагловатенький старт. Я смотрю Кенайд вообще не стесняется. А А А А А А Наверное, это был мисклик или он не заметил ассист? Чё-то, чё-то как-то Чё-то как-то это было очень плохо Так, между делом говоря Это было очень плохо Рерол Ну, конечно, хаоситские реролы От Хохи, это неожиданно, но окей У меня много вопросов Очень мало ответов, ребята Так, окей, я чё-то Это точно? Это точно? Игра уровня вышки? Я понять не могу Пока похоже, что просто настольщики Решили покидать друг другу в лицо кубами Я честно не понимаю этого Мне просто кажется, что принятие решений Какое-то очень странное местами В смысле, что Как бы Люди делают какие-то ходы Которые, ну, с моей точки зрения Не очень объяснимы Это какие-то супер хитрые байты Или что? Я просто понять не могу Ощущение, что я просто смотрю Матч поддавков, как бы Ребята договорились сыграть ничью Так, беспалево А я зачем-то их матч показываю У них тут хитрая договорённость На ничью, а я палю контору Нет, я, видимо, я догадываю, что Как бы Некры просто решили, что Ну, как бы Маг Параша И мы просто вонтернем потом Я просто в прошлом матче Ругал Градора за мисплей А сейчас как-то вот Мне немножко неловко уже перед ним Вроде Кенайд умеет играть Вроде Хоха умеет играть А потом Чё-то как-то Чё-то как-то 3-2-2 Ну, в смысле Это реально похоже на 3-2-2, ребята А как вы считаете? Я, может, чё-то не понимаю? Может, я чё-то не понимаю? Ну, в чём прикол? В смысле Вы согласны с теми решениями, которые они А Маг где? Ну, Маг вот Маг стоит, ждёт там чё-то Это похоже на 3-2-2 На мой взгляд Ну, такой специфический, конечно Но просто Как бы Я последний ходов 5 от Некра Вообще не понимал Серьёзно Там к Хаоситу были вопросы Но Некр чё-то вообще как-то Как будто младшую сестру Которая в первый раз Открыла Бладбол Как бы Решила поиграть Я не понял Честно Я вообще не понял Я задам вопрос Как бы На форуме У меня единственный вопрос Что это было? Привет, Латонин Утро доброе? Не, не доброе Вот Что это было? Потому что То, что разыгрывал Некр Последние ходов 5 Это какая-то Ультра-ссанина Прям вот Что-то Что-то за гранью Добра и зла Некр вполне Мог выигрывать Эту игру И там Там было много моментов Которые вызывали вопросы А Некр Я вообще не понял Мотивации Некра В некоторых моментах Хаосит играл Ну так Типа 50-50 Тыр-пыр 8 дыр Но Некр Ну понятно Вантерна не будет За счет Перфект Диффенса Не, если это был Подставной матч То у меня вопросов нету Очень тонко сработано Кеннайт пытается Красиво протолкнуть Вантерн У матросов нет вопросов Ну счастье Счастье было близко А зачем он потолкнул игрока если мог ударить? Ну, в смысле, можно было просто оставить SF и... Ощущение, что я видел какой-то мегатильт. Я не знаю, как бы, откуда этот мегатильт у Нехоров, но... Это странно. то что показывал кинает но это